На лыжной базе уже этим летом должно появиться несколько новых объектов. В первую очередь будет сделана асфальтированная пешеходная зона протяженностью 1 километр. Подрядчик уже выполнил разметку и начал завозить строительные материалы. Когда установится сухая погода, приступят к укладке песка, щебне асфальта. Она идет от стартового городка прямо в сторону Маслихи, в сторону речки, далее поворачивает направо, вдоль реки идет и, соответственно, также возвращается к асфальтированному уже имеющимся кругу. Она будет как и прогулочной, так и для любителей, кто катается на лыжероллерах, кто катается на роликовых коньках. То есть, в принципе, она для жителей города и также будет использоваться, соответственно, спортсменами. Кроме того, после второй очереди реконструкции на лыжной базе появятся объекты, которые горожане давно желали установить, голосовали за них на общественных обсуждениях – кардодром и памп-трек. Это для велосипедистов. То есть, на сегодняшний день он уже существует, но ребята его делали собственными руками, поэтому данная площадка будет модернизирована, будет реконструирована, появятся новые мафы и, соответственно, площадка приобретет современный вид. Деревья при строительстве вырубать не будут, срубят только опасные сухостойные деревья. Кардодром сделают на поляне у реки, а асфальтированную трассу проложат по уже существующей грунтовой. Появится еще и площадка для выголособак. Она будет чуть дальше, чем спуск, который идет от художественной школы вниз к нам, то есть немножко в сторону, скажем так, маслища. Площадь довольно-таки ее приличная. Будут установлены мафы, где любители будут гулять с собаками, и также будут дрессировки проводить собак. Пока погода не позволяет начать полноценные работы, но завершат вторую очередь реконструкции на лыжной базе до октября. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.